доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды продолжаем следить за событиями разбирать их детально и смотреть как они отрабатываются в динамике инструментов дождались мы наконец-таки этого дня когда заседание европейского центрального банка пересмотр ставок все это при правильном будет пресс-конференции руководителей cb марио драги сегодня у нас еще очень важный отчет по штатам такой же важный как и non-farm payroll встречать это данных по инфляции сегодня у нас протоколы последнего заседания американского регулятора критический отчет для нефти по запасам сша кстати по мнению многих аналитиков именно ему сегодня отводится катализатора для дальнейшей динамики и сегодня в принципе мы можем определиться с тем что сам нефтянка будет дальше но на перспективу там ближайших пары недель либо мы все-таки окажемся снова ниже 70 долларов за баррель либо рынок будет цепляться еще за позитивный фон в расчете на то что следующей целью для бренда может оказаться уже уровень поближе к 70 а пяти долларов за баррель и для тех кто спекулирует британская валюта либо просто за ней следить я думаю что таковых большинство сегодня очередной экстренный саммит и есть где будут обсуждать отдельные детали по вопросу связанному с продлением официального выхода англии из состава европейского союза хотя у нас есть уже а конкретные вводные мы в принципе уже знаем что согласовали отсрочку до 30 июня а фон в принципе как держался недалеко от отметки 130 так и продолжает там находиться друзья с одной стороны мы уже сказали все что можно в преддверии этих событий наверное сейчас стоит уже в принципе утихать и следить за рынком как он отработает что мы сегодня увидим в конце концов и уже после подводить итоги но все таки считаю а важным пару слов по отдельным инструментом еще раз сказать чтобы вы были уж полностью готовы к крайне насыщенному дню понимали чем мы сегодня работаем почему а сегодня за площадками в плане фундамента следят все без исключения давайте начнем с нефтянки сейчас фон который складывается тоже довольно интересно нас в игру новостных факторов подключилась еще оливия вроде бы как поддерживал это котировки нефти но сейчас мы уже говорим немного с а другой динамике уже о продажах и вчерашнего дня по бренду был на уровне 71 можно сказать 20 сейчас мы уже находимся в районе 70 70 я перечислял много факторов из-за которых на бренд и wti делали большую ставку в плане на рост это и признаки сокращения мирового предложения здесь многие растут в соглашении опек страна пик плюс по сокращению совокупного производства здесь также нужно делать акцент на санкции сша против ирана и венесуэлы я вчера пару слов опять же говорил по потому что у нас новенького в плане отношения сша и ирана мы говорим с вами также и о ливии сейчас идут бои вокруг столицы можно сказать триполи кто-то считает что это конфликт который напрямую не влияет на поставки экспорта на поставки и экспорта нефти из данного ближневосточного государства но с одной стороны это так с другой стороны нет потому что если в конце концов посмотреть с точки зрения политики на то что происходит на наглый лицемерный переворот на гражданскую революцию то может в конце концов и запахнуть скажем третейскими судьями в виде тех же самых сельных штатов америки прочих регионов с их санкциями в общем вопрос санкции это довольно актуальная тема у нас уже опыт есть разбора этих событий на той же самой венесуэле на иране этот риск конечно же не стоит игнорировать и да любой конфликт ближневосточные эскалации напряженности в регионах которые относятся категории а тех стран которые добывают много нефти он обычно провоцирует роста котировок нефти почему же мы все-таки развернулись друзья я говорил что у нас на повестке катализаторы это отчеты по запасам не вчера была своего рода репетиция так и стоит говорить это отчет от американского института нефти по запасам они увеличились на 409 миллиона мы уже привыкли к тому что официальные данные показывают очень схожие цифры похожих динамику сегодня в 17 30 как раз ждем официальный отсчет от администрации энергетической информации настраиваемся на том что после двух недель роста запасов мы увидим уже а третью которая позволит нам говорить о тенденции соответственно рост запасов друзья это то что является классической причиной фундаментальной почему на лучше делать ставку на снижение цен на углевую дорогу параллельно посмотрим за тем сколько нефти было добыто в сша за прошлую неделю и хочу сразу отметить что вчера вышел отсчет от администрации энергетической информации с прогнозами скажем так лучше не отчета прогноз потому сколько нефти будет давываться в штатах до конца этого года так вот он а повышен до фактически 12 4 миллиона штаты могут легко в рамках этого я думаю не даже приблиняются прогноза увеличить добычу еще на 200 тысяч баррелей на двадцатый год и значится планка выше 13 я думаю что она легко будет сделано я вот по моим скромным подсчетам даже уже в первом квартале 2020 года концу 20 года будет показатели повыше то есть у нас прогнозы роста нефти добычи и параллельно все это накладывается на вчерашки прогноз международного валютного фонда по снижению темпов роста мировой экономики с 3 и 5 до 3 и 3 процентов ну то есть здесь делаем логические выводы и приходим к пониманию того что разворот вчерашний имел очень четкое фундаментальное обоснование сегодня ждем запасы если они будут со знаком плюс это еще один катализатор для снижения не забывайте также друзья и про технические составляющие может быть они тоже сейчас уже оказывают влияние на нет потому что мы забрались сначала выше 70 потом выше 71 а технари так и не насладились отработка своих графических фигур в общем возможно это происходит а сейчас доллар иена друзья 111 13 не хочу я долго останавливаться на этой валютной паре мы протестировали поддержку 111 это было и ежу понятно что доллар окажется там против иены и будет подавать даже на движение еще ниже у нас отчет сегодня по инфляции повторяю что именно низкие значения индекса потребительских цен для многих представителей американского регулятора являются основной базой на которой формируется вот эта аргументация того почему фрс не должен торопиться с ростом процентных ставок да и сам трамп периодически мне уходя совсем в далекие рассуждения призывает фид резерв не то чтобы отказаться от политики высоких процентных ставок а снизить ключевую процентную ставку и возможно даже поднятие вопроса за возобновление операции количества смягчения тоже аргументирует слабая инфляция сегодня отсчет и если видим снижение друзья ну вы сами понимаете что тут же падет не из доходности облигации доллар должен них отреагировать американский фондовый рынок 2885 пунктов американский фондовый рынок в принципе как и все прочие фондовые площадки под давлением сейчас это связано с тем что не дождались быстрого прорыва в переговорах сша и китая и ко всему прочему на площадке появился еще один глобальный риск того что штаты не закончив вопросы с китами перекинули свою политику протекционизма на европейский союз что угрожает еще больше напряженности в сфере внешней мировой торговли и угрожает темпом мирового экономического роста также сегодня стартует сезон квартальных отчетов напоминаю что в отличие от прошлых кварталов ожидания очень слабые прибыли могут снизиться больше чем на 20 процента посмотрим как будет на самом деле если ожидания не попадут в цели ситуация будет и в принципе результаты хозяйственной деятельности компании окажутся хуже то конце концов у американского фондового рынка не останется ничего другого кроме как к двигаться к целям которые находятся гораздо ниже отметки 2800 пунктов фунт против доллара 1 3059 друзья я призываю держать и дальше короткие позиции если мы знаем уже что отсрочка есть и видим то что фонд не отреагировал на этот фонд соответствующим ростом значит он также устал уже реагировать и отрабатывать ничем необоснованный позитив отсрочка я думаю мы все уже смирились и пришли к выводу это не решение проблем значит пройдет какое-то время и все равно придется упереться в очень серьезный конфликт и отсутствие солидарности а в позиции между правительством и парламентом англии ну давайте посмотрим за повестка сегодняшнего обсуждения саммита завтра об этом поговорим но я думаю что в целом цель 128 по фунту сохраняется евро против доллара 1 1259 сегодня рассчитываем на волатильность потому что процентные ставки пресс-конференция я предлагаю ловить сегодня евро на росте чтобы открывать короткие позиции и поэтому сделка с лимит 113 10 вчера международный валютный фонд пересмотрел прогнозы роста не только мировой экономики но и еврозоны с одного и девяти до одного и трех процента вчера мы получили сообщение о том что после того как штаты подняли вопрос о возможности установления введения дополнительных импортных пошлин на европейские товары в общей стоимости там в 11 миллиардов долларов с решила грызаться и сообщил что готовит ответные меры не понимаю чего они хотят добиться но у нас пример есть вот этих боданий сша и китая еврозона вряд ли потянет борьбу даже ту которую навязывал а китай а поставкам друзья они конечно же не изменится ждем сигналы пользу мягкой экономической политики я жду детали хотя многие не ждут по т.л. т.р. жду конкретику объемы более детализированную картину по срокам но в принципе может быть это даже не нужно потому что в целом эта программа эта операция указывать на мягкую экономическую политику то что было взято скажем за основу режима европейский центральным банком еще несколько месяцев назад после выхода провальных отчетов статистика не улучшается статистика все хуже и хуже и вообще какая-то беспросветная ситуация то есть на рынке нету признаков которые позволили бы сейчас говорить что спустя месяц два три квартал или парочку еврозонов станет нам нет все отчеты опережающие индикаторы по прежнему в красной зоне поэтому мы с вами пока что слушаем драги и наверное уже констатируем что и от заседания к заседанию драги постепенно меняет двигает сроки ужесточения политики повышения ставки вот сначала с определенным скажем конкретным намеком на последующие кварталы то на последнем заседании в офисе убрал эту формулировку отметив что ставки будут повышены тогда когда будут повышены когда на рынке будут созданы условия которые позволят аэцб сделать это доллар канадец 133 29 друзья мы ждали снижение цен на нефть и знали что канадец тоже на этот реагирует вот вам пожалуйста котировки нефти пошли вниз даже сейчас держится выше 70 но все равно канадец резко просел поэтому 135 повторяю это цель которую мы реально можем сделать в самые ближайшие дни на этом собственно все хорошей вам торговой сессии не забывайте контролировать риски следить за загрузкой депозитов это очень важно и завтра всех приглашаю вас на брифинг потому что точно будет о чем поговорить всего доброго до свидания